шить вот такую замечательную шапочку я вырезала готовая лекала удивительно быстро правда всем привет с вами школа шить я хочу шить и я ирина преподаватель школы рада приветствовать наших постоянных зрителей и подписчиков а тех кто зашел к нам впервые приглашаю подписаться на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые полезные видео когда на улице холодает хочется уюта и тепла и тогда в нашем гардеробе появляются разные шапочки переты кепи шарфы и снуды и конечно вдвойне теплее когда это все создано нашими руками поэтому сегодня покажу как быстро своими руками шить вот такую замечательную шапочку и подходящий к ней снуд чтобы было совсем тепло а вы сможете легко повторить это за мной смотрите до конца будет очень интересно многие из вас уже наверно знают а те кто еще не слышал узнает об этом сейчас что на нашем сайте можно приобрести готовые выкройки с подробнейшими инструкциями по пошиву есть среди них и выкройки замечательных шапок которые подойдут и мужчинам и женщинам и детям ссылку оставим в описании что же нам понадобится сегодня для нашей работы конечно же швейная машина либо оверлок стандартный набор наших партновских инструментов и конечно подходящая ткань лучше выбирать мягкие трикотажные полотна либо флиз я взяла вот такое акриловое трикотажное полотно достаточно рыхлые вязки красивого сиреневого цвета я вырезала готовая лекала нашей шапочки она уже с припусками так что добавлять ничего не нужно а снуд мы начертим прямо на ткани я настелила ткань с двумя сгибами лицевой стороной внутрь и у одного из сгибов располагаю сейчас лекала нашей шапки обратите внимание на лекале есть надпись сгиб вот этим краем я и совмещаю сгиб ткани с краем лекала и дальше фиксирую наше лекала на полотне с помощью булавок от сгиба не отодвигайтесь потому что тем самым вы можете увеличить размер шапки лекала шапочки зафиксирована и сейчас можно сразу же вырезать и вводить ничего не надо будем вырезать по контуру у второго сгиба сейчас буду рисовать сразу снуд когда настелили ткань обязательно проверьте ширину у верхнего края и у нижнего края она должна быть одинакова это гарантия того что петельный столбик на трикотаже у нас соблюден на ткани это долевая нить от сгиба полотна откладываем величину полуобхвата головы плюс 6 8 сантиметров это для снуда небольшого объема и 10 12 сантиметров то для более объемного у меня обхват головы 56 сантиметров полуобхват 28 прибавлю 10 сантиметров будет 38 сантиметров вот практически до кромки помните о том что кромка у нас крой не идет вот я поставила отметку ширины и теперь длина снуда в стандартном виде это около 35 40 сантиметров если хотите больше складок можно делать и 50 сантиметров это половина для сейчас делаю 80 сантиметров то есть в готовом виде он у меня будет 40 чуть меньше и здесь тоже отложу 38 сантиметров прочерчу 2 перпендикулярных линии и здесь от черчу ширину вот этот прямоугольник большой и есть заготовка нашего снуда крой теперь зафиксирую слои ткани несколькими булавками трикотаж рыхлые слои могут смещаться поэтому зафиксируйте булавками режем приступаем к пошиву я буду шить на верлоке с четырьмя нитками если у вас пока нет этой чудо машины вы можете воспользоваться одной из эластичных строчек на вашей швейной машинке например зигзагом с настройками 23 миллиметра длина стежка и 12 миллиметра ширина стежка на снуде я буду стачивать сейчас вот этот продольный шов который параллелен сгибу при этом оставлю незасроченным участок 5-6 сантиметров ближе к срезу вот я его отметила маркером если у вас скользкая или какое-то слишком толстое полотно чтобы не сдвигались слои лучше всего будет это сметать ну или в крайнем случае сколоть буду стачивать без сметки ну и конечно обязательно попробуйте сначала на кусочки ткани отрегулируйте строчку вот смотрите сейчас я подъезжаю к моей отметке просто увидите ткани с подлапки закончили строчку здесь продолжим вот у меня осталось окошечко для выворачивания и теперь я складываю снуд совмещаю шов со швом вот он стал в два раза короче и сейчас мы будем стачивать срез по кругу точно также здесь лучше сколоть либо сметать при пуске шва развернула в разные стороны чтобы не создавать здесь излишнюю толщину подходим к началу нашей строчки срезаем хвостик наезжаем строчкой на начало строчки и плавно уводим ткань из-под оверлака снуд я пока отложу его осталось только вывернуть через вот это отверстие и зашить его возьмемся за шапочку вот наша выкроенная шапочка я первым делом сошью 4 вытачки вот эти сколим их при необходимости сметывайте вот так выглядит у нас деталь шапочки с четырьмя сколотыми вытачками 2 с одной стороны 2 с другой стороны и теперь будем их сшивать при пуске на лекалах данные около 7 миллиметров то есть это приблизительно ширина верлочной строчки поэтому я практически ничего не срезаю ну буквально там миллиметрик таким образом сшиваю оставшиеся три вот такая у меня заготовка получила шапочки можно сшивать последний шов смотрите если у вас более плотный трикотаж можно поутюжить эти вытачки которые мы сшили я не буду утюжить потому что хочу сохранить вот эту пушистость ткани теперь я складываю эту детальку как она у нас была в крое совмещаем отсечку вот здесь посрединке и дальше скалываю всю эту шапочку вот по этому срезу мы одним швом сейчас сошьем и оставшиеся две вытачки и задний средний шов при этом нужно не забыть оставить там опять же такое же отверстие 46 сантиметров для того чтобы шапочку вывернуть на лицевую сторону отметила здесь маркером тот участок где у нас будет отверстие обратите внимание он ближе к макушке располагается не располагайте его здесь посредине до чтобы его было не видно чтобы он был спрятан у нас внутри и швы наших вытачек я развернула в местах стыковки в разные стороны вот так смотрят для того чтобы не было излишней толщины на этом участке вот она шитая шапочка да и теперь через вот это отверстие буду ее выворачивать на лицевую сторону все как обычно рождение изделия вывернули шапку и вот у нас наше отверстие которое мы будем зашивать сейчас я сначала снут выверну потом зашью отверстие то есть готовом виде шапочка у нас будет выглядеть таким образом сложим ее пополам сделаем отворотик давайте снут вывернем точно также через дырочку как же нам зашить вот эту дырочку у меня заправлена нитка в иголку ниточка в два сложения узелок я завязала если нитки толстые можно делать в одно сложение узелочек прячем невидимом месте вот туда я его завела и припуски заправила туда внутрь маленькие стежочки не больше 5 миллиметров то есть мы имитируем строчку нашу машину смотрите хватаем напротив и под тканью 5 миллиметров затягиваем по одной стороне теперь по второй стороне точно также напротив 5 миллиметров по тканью затянули получать такие поперечные перемычки стежки точно такие же как вы видите при машинной строчке чуть крупнее получат таким образом продолжаем двигаться по всему участку там не у нас отверстие ну вот у меня отверстие закончилось я сейчас закреплю нитку узелком как обычно мы закрепляем обвиваем петельку пару раз и затягиваем и теперь вывожу нитку подальше от этого места прячу как бы ее кончик и теперь можно нитку обрезать у нас надежно спрятан ткань готова и так наша шапка и снуд готовы удивительно быстро правда можно нашить таких шапочек разных цветов как себе так и детям друзьям знакомым в подарок ведь так приятно носить вещи сделанные своими руками и с любовью кстати в дополнение к нашему комплекту можно сшить подходящие варежки видео уже есть на нашем канале а если вы хотите научиться создавать выкройки всевозможных изделий самостоятельно то добро пожаловать к нам на курсы точно санкт-петербурге и москве и онлайн по всему миру если же вы любите работать с готовыми лекалами то переходите на наш сайт мы регулярно выпускаем новые выкройки на любой цвет и вкус ну и конечно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчик вверх этому видео и не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые уроки шейте легко и с удовольствием всем пока до новых встреч и